Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим довольно поучительную партию, которая была сыграна в рамках знаменитого московского международного турнира, проходившего в 1935 году. Белыми в этом поединке играл Андре Лилиенталь. Его соперником был Илья Кан. d4, конь f6, c4, d6, конь c3, конь bd7. И после e4 следует e5. Конь f3, g6, слон e2, слон g7, 2-0, 2-0. Соперники разыграли сторондийскую защиту. Андре Лилиенталь счел нужным закрыть центр. И после конь c5 с нападением на пешку сыграл ферзь c2, уже готовя продвижение b4. Поэтому Илья Кан пошел a5, слон e3. Белые создали угрозу взятий на c5 и e5. В результате чего выигрывается пешка. И в этом положении черным нужно было сыграть конь g4. Как за три года до этой партии сыграл Сало Флор в партии против Митчелла в Гастингсе. Далее слон bc5, dc, h3, конь h6. Черные получили преимущество двух слонов, готовы сыграть f5. Впоследствии ту партию Сало Флор сумел выиграть. Но в нашем поединке Илья Кан сыграл не столь точно. Он укрепил коня ходом b6. Белые отошли на d2. Если тут пойти конь g4, то можно не отдавать чернопольного слона, разменявшись на g4, и пойти a3, с дальнейшим b4. Поэтому Илья Кан играет конь e8, готовая продвижение f5. И после a3 осуществляет его f3, f4, слон f2. Здесь происходит классическая для астронгийской защиты борьба на разных флангах. В то время как белые хотят вскрыть ферзевый фланг и захватить инициативу на этом участке доски, черные должны стремиться к скорейшему вскрытию фланга королевского, с тем, чтобы поставить мат белому королю. Коня 6 играет Кан, ладья b1. Белые настаивают на продвижении пешки b. И в этой позиции Илья Кан совершает серьезную ошибку. Вместо того, чтобы продолжить планомерное наступление на королевском фланге, сыграть g5, далее h5 и g4, он скатывается на одноходовые угрозы и ставит ферзя на g5. Угрожает ходом слона h3, но защититься от него очень просто. Ладья fc1 играет лилиенталь, с тем, чтобы на слон h3 с угрозой мата просто защитить пешку ходом слона f1. Далее отойти королем с угрозой взятия слона. Поэтому после ладья fc1 черные сыграли h5, но король h1 и тут становится очевидным, что ход ферзь g5 был просто потерей драгоценного времени. Ферзя приходится убирать, чтобы освободить дорогу пешки g, но атака белых на ферзьевом фланге развивается быстрее. b4 играет лилиенталь, аб, аб, g5, конь а4. Белые хотят сыграть c5, слон d7. И на c5 Ильякан делает интересный ход конь c5, дважды нападая на коня, и вынуждая лилиенталя забрать коня конем. bc, bc, g4, cd, cd и конь c4. Попытка взрыхлить почву на королевском фланге ходом h4 обречена на неудачу. После fg h3 взяли-забрали, конь b6, вилка и на ладья a7 размен и далее ферзь d3. Компенсации за отданную пешку у черных нет. Поэтому Ильякан сыграл gf, но после ответного gf вся эта операция черных на королевском фланге привела лишь к тому, что открылась вертикаль g, которая будет очень удобной магистралью для белых ладей. Вообще вся эта конструкция в центре, пешечная цепь, состоящая из трех звеньев, похожа на какой-то долгострой, который белые впоследствии очень эффектно разрушат. Слон h3 играет Кан, но, конечно, слон f1 взяли-забрали. Этот размен на руку белым. Они остались с хорошим слоном против плохого слона соперников. Да и почти любая другая фигура белых сильнее соответствующей фигуры черных. Это определяет большое позиционное преимущество Андре Лилиенталя. h4 играет Кан, ладья g1, ферзь h5, нападая на пешку. Если сыграть ладья g4, то, конечно, конь f6. Поэтому конь d2 играет Лилиенталь, король h8, ладья g4, нападая на пешку h4, слон f6, ладья g1. Теперь напасть на ладью ходом конь f6 черные не могут, поэтому приходится делать пассивный ход ладья d8, заранее с избытком защищая пешку d6. Ферзь c6. У белых фигур намного больше пространства, и они уже готовы нанести комбинационный удар. Ферзь h7 играет Кан, конь c4. Черным нужно действовать очень осторожно. Например, если сыграть ладья d7, то уже можно забрать на h4, и после взятия на h4 красивый удар ферзь d7, отвлекая черного ферзя. Далее шаг со взятием слона, забираем, и ладья a1. В этом окончании у белых лишняя пешка, и прекрасные шансы на победу. Поэтому Илья Кан сыграл ферзь e7, полагая, что дополнительная защита пешки d6 весьма уместна. Но черные попали из огня до вполымя. И здесь также возможен ход слон бьет h4, который и был сделан. Правда, тут несколько иные комбинационные идеи. Дело в том, что если забрать слона, то последует конь бьет e5. Посмотрите, какой красивый удар с мотивами отвлечения. Угрожает четверная вилка. Если забрать коня ферзем, то, конечно, ладья h4 с линейным матом. А если взять коня пешкой, то открывается шестая линия, и в дело вступает белый ферзь. После шаха нужно перекрываться, ферзь бьет f8, и мат следующим ходом. Поэтому черным пришлось смириться с потерей пешки. Ладья f7 сыграл кан, ладья g8, король h7, и взять на f6. Если слона забрать конем, то размен на d8, ферзь d6, и у белых уже выигранное положение. Поэтому ладья бьет f6, сыграл кан, ферзь a4. Белые ладьи взяли черного короля в плен, и решает подключение белого ферзя. После ладья h6, ферзя 2, ладья c8, ферзь g2. В этом положении, илья кан сдался. Действительно, угрожает ладья h8, ферзь g8 мат. Если защититься, сыграть ферзь f7, то решает сильный ход, конь бьет d6. Если забрать коня конем, то последует ладья g7. А если забрать ладьей, то ферзь h3, двойной удар. Вот такая очень интересная партия, в которой Андре Лилиенталь, более энергично проводил свой план на ферзьевом фланге. В то время как Илья Кан на королевском фланге добился определенных успехов, но они обернулись против него. Вскрытие вертикали g было на руку белым, которые и использовали ее для проведения решающей атаки на черного короля. Как обычно, если видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание. До свидания.